Худшие прически Ольги Бузовой, что не стоит повторять за знаменитостью, автор 6.05. 2019 Ольга Бузова не боится экспериментов. Назло своим недоброжелателям она денет одни, а удивляет новым хайер превращением. Но, несмотря на явное наличие вкуса, Оля иногда совершает довольно глупые эксперименты над своими волосами. Мы собрали самые неудавшиеся прически знаменитости, чтобы показать, какие ошибки кумира не стоит повторять. Апостров, закрывающая круглая скобка, точка с запятой, закрывающая фигурная скобка. Хвостики с одной стороны, такая примитивная прическа выглядит даже мило, но в алийном исполнении это полный провал. Да еще и косая челка в сочетании с двумя низкими хвостиками уж очень пошло выглядит. Роскошный, локон отрастила, бузова волосы или нарастила, вопрос сложный, но уж то, что она питает страсть кудряшкам, заметно сразу. Только в силу отсутствия опыта Оля не знала, что с ними делать после использования плойки. И результат на лицо. Фонтан не самый удачный выбор прически для наращенных волос. Заплетенные в косы у корней и собранные в хвост волосы выглядели очень неестественно и неухоженно. Апостров, закрывающая круглая скобка, точка с запятой, закрывающая фигурная скобка. Красная прядь, ну не всем идет красный цвет, хотя Оля уверена, что ей все к лицу. Даже если это были всего накладные пряди, выглядит это все равно безвкусно. К тому же прическа выглядит слегка искусственно. Как и с синими прядками. Рапунцель длинные волосы всегда в моде, но и здесь надо знать меру. А вот стилисту Бузовой, видимо это слово незнакомо. Модные критики давно сошлись во мнении, что телеведущая идеально подходит длина волос до груди, а локона в стиле Рапунцель – не ее вариант. Афродита, судя по всему, Оля питает страсть не только к кудряшкам, но и длинным волосам. Если свои волосы отрастить не получилось, а наращивать некогда, всегда можно исправить ситуацию при помощи парика. И Ольга об этом знает. Жаль только не умеет импульзоваться. На церемонии Муставы 2017 только ленивый не обсуждал образ Бузовой Афродиты в безвкусном парике. Макаронная фабрика – время роскошных локонов, давно в прошлом и теперь певицы переходят к другому виду кудрей. Беда в том, что завитые мелким стайлером пряди в сочетании с гелем, который беспощадно их склеивает, локоны Оля скорее напоминают лапшу быстрого приготовления, чем стильную прическу. Как встала, так и пошла. В тот день Бузова показала самый провальный свой образ. Накрученные, но не распушанные волосы, мегаобъемные на чесу корней, залитые литром лака и прямые кончики волос за такую прическу. Стилиста следует уволить, не раздумывая. Что, наверное, и сделала звезда, ведь такого кошмара на ее голове больше не было. Хвостики с одной стороны, такая примитивная прическа выглядит даже мило, но в алийном исполнении это полный провал. Да еще и косая челка в сочетании с двумя низкими хвостиками уж очень пошло выглядит. Роскошный локон отрастила Бузова волосы или нарастила вопрос сложный, но уж то, что она питает страсть к кудряшкам, заметно сразу. Только в силу отсутствия опыта Оля не знала, что с ними делать после использования плойки. И результат на лицо. Фонтан. Не самый удачный выбор прически для наращенных волос. Заплетенные в косы у корней и собранные в хвост волосы выглядели очень неестественно и неухоженно. Красная прядь, но не всем идет красный цвет, хотя Оля уверена, что ей все к лицу. Даже если это были всего накладные пряди, выглядит это все равно безвкусно. К тому же прическа выглядит слегка искусственно. Как и с синими прядками. Рапунцель. Длинные волосы всегда в моде, но и здесь надо знать меру. А вот стилисту Бузовой, видимо, это слово незнакомо. Модные критики давно сошлись во мнении, что телеведущая идеально подходит длина волос до груди, а локонов стиль Рапунцель не ее вариант. Афродита, судя по всему, Оля питает страсть не только к кудряшкам, но и длинным волосам. Если свои волосы отрастить не получилось, а наращивать некогда, всегда можно исправить ситуацию при помощи парика. И Ольга об этом знает. Жаль, только не умеет импульзоваться. На церемонии Муставе 2017 только ленивый не обсуждал образ Бузовой Афродиты в безвкусном парике. Макаронная фабрика время роскошных локонов давно в прошлом и теперь певицы переходят к другому виду кудрей. Беда в том, что завитые мелким стайлером пряди в сочетании с гелем, который беспощадных склеивает локоны Оля скорее напоминают лапшу быстрого приготовления, чем стильную прическу. Как встала, так и пошла. В тот день Бузова показала самый провальный свой образ. Накрученные, но не распушанные волосы, мегаобъемные начесу корней, залитый литром лака и прямые кончики волос за такую прическу. Стилиста следует уволить не раздумывая. Что, наверное, и сделала звезда, ведь такого кошмара на ее голове больше не было. Продолжение следует...